Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. В этот раз мы в DCS World на самолёте Су-27. И в этом видео я буду летать на этом самолёте в онлайне. То есть расскажу, как данный самолёт себя в онлайне чувствует, как на нём вообще нужно летать, ну и так далее. Но перед этим я бы хотел вам порекомендовать канал Мэтком ТВ. На этом канале вы найдёте весёлые командные прохождения по стратегии Wargame Red Dragon. Также видео по PlayerUnknown's Battlegrounds и по новинкам игровой индустрии. Ну а ссылку на канал Мэтком ТВ вы найдёте в описании под видео. А теперь давайте вернёмся к самолёту Су-27. Вообще меня очень часто просили записать что-нибудь по этому самолёту в онлайне. И во-вторых, тоже часто просили записать что-нибудь на 104 сервере. Ну и я поэтому сейчас и решил полетать на Су-27 на 104 сервере, чтобы порадовать вообще всех. Как говорится, всё ради подписчиков. Да, кстати, также сразу стоит отметить то, что я отлетал на 104 сервере несколько вылетов, ну несколько матчей. И во всех матчах у самолёта F-15-7, который являлся моим основным противником, были заблокированы ракеты АИМ-120. Ну, судя по всему, ради баланса. И как следствие, мои противники могли использовать только ракеты АИМ-7М. Ну, меня просто частенько просили полетать именно против противников, которые используют 120-ки. Ну, как вы понимаете, тяжело полетать против противников, которые используют 120-ки. Есть этих самых 120-кок, у них нет в наличии. И они их не могут подвесить. А у Су-27, во всех вылетах, в которые я попал, были недоступны ракеты Р-27ЭТ. Р-27ЭТ, тоже, скорее всего, ради баланса, что более чем справедливо, как по мне. Ну, поскольку ЭТ-шки летают очень быстро и довольно-таки далеко. И при этом их пуск вообще ничем не регистрируется. Так что ничего удивительного, что их убрали с данного сервера в угоду баланса. Кстати, да, если пойдете на 104-й сервер, учитывайте то, что взлетать нужно исключительно с левой стороны полосы. Ну, и посадку можно осуществлять только на левую сторону полосы. Это является обязательным условием, за невыполнение которого, как я понял, могут серверы кикнуть. Ну, а если говорить о других типах вооружения, то ракета Р-27ЭР на этом сервере на некоторых вылетах была заблокирована, а в некоторых вылетах была доступна. Кстати, если вы у меня спросите, чем же вообще ракета Р-27ЭР лучше, чем обычная Р-27ЭР, то я вам скажу, что у Р-27ЭР выше, во-первых, дальность полета, во-вторых, выше скорость полета, ну, и, как следствие, у нее меньше время полета к цели, то есть она эффективнее. И если у вас есть выбор обычный на Р-27ЭР или Р-27ЭР, то вы должны использовать именно Р-27ЭР для большей эффективности. Ну, а если мы говорим о ракетах Р-73 для ближнего воздушного боя, то с ними все просто, ибо, как по мне, на данный момент в DCS World это самые лучшие ракеты для ближнего воздушного боя, ибо они могут выходить просто на огромные перегрузки, и, как следствие, поражают цели, даже при пуске, под довольно-таки неудобными углами. Один фиг долетают, попадают, выносят. Отличная ракета, в общем. Кстати, довольно-таки красивый закатный пейзаж в данном вылете, стоит отметить. Блин, я вот только одного не понимаю, для чего противники здесь используют помехи. Ну, то есть, как вы можете заметить, помехи им не дают ничего, кроме увеличения их заметности. То есть, так бы я не знал, что есть противник. А так, за счет этого мельтешения у меня наился, я прекрасно знаю, где он находится. И какой смысл в этом увеличении заметности? Это как летать, блин, с огромным флагом, который к хвосту самолета привязан. Хе-хе, такое себе. Поэтому, генератор помех на Су-27 я вообще не использую. Блин, противников так много, конечно, рядом со мной. Но, это означает только то, что мне надо будет играть очень осторожно. И не более того. То есть, постараюсь не подставляться, скажем так. Вообще, очень удобно то, что у Су-27 есть даталинк, который показывает нам, где находятся самолеты неприятеля, где находятся самолеты союзника, что помогает нам ориентироваться в ситуации. Хех, захватил. Ну и, как мы видим, уже радиолокационная станция нашего самолета смогла пробиться сквозь помехи, которые ставит противник. И теперь уже можем спокойно вести обстрел. Давайте сначала опускаю первую. Рядом с отметкой пуска по маневрирующей цели. Это стандартная тактика. Первой ракетой мы заставляем противника маневрировать и сливать энергию. А когда уже будет слита энергия у него, то второй ракеты уже выносим наверняка. Так что давайте пуск второй. Ну и... Да, отлично. Противник просто решил ушататься об мою первую ракету. Так что второй пуск был явно лишним. Ну да ладно. Ну вот, смотрите, первый фраг на этом сервере. Ну и давайте отходим. Выходим из боя, пользуясь рельефом местности. Как я уже сказал, противников-то много. И в их толпу мне влетать не хочется от слова полностью. Хе-хе. Так, я уже довольно-таки далеко отлетел. Теперь, думаю, пора вынести того товарища, который довольно-таки настырно за мной гнался. Так что давайте встретим его. Надеюсь, он порадуется тому факту, что смог наконец-то меня догнать. Хе-хе. Хватит. Ну, уже, в принципе, можно работать. Пуск. И сразу пускаю Р-27Т. Ну и давайте теперь проконтролируем, нужен ли еще один пуск или нет. Отлично, цель поражена. Давайте так же выходим из боя. Так, а где мой фраг? Ну, видимо, противник еще не упал озим. Начислят мне фраг, когда он упадет. Сейчас. Ага, вот и второй фраг. И сразу стоит добавить то, что имеет смысл пускать ракету Р-27Т вместе с ракетой Р-27Р. Частенько это срабатывает. Ну, то есть, противник думает, что по нему огонь ведут только ракетой Р-27Р. Использует диполи для того, чтобы уклониться от ракеты. Тут ему хлоп. И прилетает Р-27Т. Ну, то есть, вероятность попадания этой ракеты очень высока, если противник не будет отстреливать ложные тепловые цели. И еще один неприятель. Давайте пуск. По мне тоже пуск. Но меня это абсолютно не тревожит, поскольку я знаю, как выполняются противоракетные маневры. И при их правильном выполнении мне особо ничего не угрожает, скажем так. Чё, я попаду по противнику? Или нужно еще отработать? Ну-ка. Нет, цель поражена. Даже добавки не надо ему. Ух, жуть какая творится. Ракеты летают туда-сюда. Боюсь, боюсь. Так, это чё? А, это наш союзник летает. Ну ладно, пусть она дальше летает. А я выхожу из боя. Поскольку этот самый бой мне вести особо и нечем. Ушли почти все ракеты. Осталось только Р-27Т. Ну и четыре ракеты для ближнего воздушного боя. Чего явно недостаточно против такой толпы. Вот третий фраг, как мы можем заметить. То есть за такое короткое время три фрага я оформил. Вот, вы можете заметить. Счет у меня 3-0. Отлично. Ну и теперь можно на возврат со спокойной совестью двигать. Такс. Меня вот контакт интересует рядом со мной. Прям очень рядом. И с учетом того, что я его не вижу, он явно значительно выше меня находится. На несколько километров. Понятно. Ну давайте сейчас, если я его не встречу, так ДРЛО запросить. ДРЛО, укажи мне цель. Где же неприятель, которого я не вижу. Цель на 6 километров. Ну, как я и говорил, он значительно выше меня находится. Давайте сейчас задаем превышение антенны необходимое. И будем хватать противника. Поскольку он явно на меня даже внимания никакого не обратил. Это я опять же вижу под Аталинку. Как я уже сказал, исключительно полезная вещь. А вот и неприятель. Дальность малая. Дальность подходящая для пуска ракет для ближнего воздушного боя. Чем я, собственно говоря, не займусь в данный момент. А это второй пуск. Блин, заметил он, что я веду огонь по нему. Отстрелял ЛТЦ и, судя по всему, ушел от моих ракет. Дальность и третью ракету тебе. У меня 4 на борту. Кто-то тоже уклонился, что ли? Да, и последнюю ракету. Для хорошего человека ничего не жалко, как говорится. Дальность, что поближе подойду к нему. Ушла последняя Р-73. Ну-ка. Отлично. Есть попадание и цель поражена. Ну, как я сказал, Р-73 хоть и являются очень хорошими ракетами, способными выходить на очень большие перегрузки, но при этом они весьма уязвимы к ложным тепловым целям. И, как мы видим, цель была поражена. Фраг также мне записали, чему я очень рад. И, как следствие, я возвращаюсь на аэродром, поскольку без ракет для ближнего воздушного боя мне тоже летать не очень хочется. Кстати, если вы надумаете идти на этот сервер, то я вам советую посмотреть мои видео во-первых, по ведению дальнего воздушного боя, а во-вторых, по противоракетным маневрам. Я думаю, ссылки на эти видео тоже в описании оставлю. И также, если вам понравилось это видео и вам хочется еще больше полетушек из онлайна, то ссылки на донат тоже в описании есть, если что. Хе-хе. Тут я понемногу снижаюсь, выравнивание, минимал, и выдерживание. То есть, посадка на Су-27 какой-то особой трудности не представляет. Опускаю носовое колесо, выпускаю парашют, и оттормаживаюсь. Отлично. Давайте еще пару фрагов из другого вылета вам покажу. Ну, если вы меня спросите, что же лучше, Су-27 или Ф-15С в онлайне DCS World, то я вам так скажу, что если у Ф-15С не будет возможности подвешивать ракеты АМ-120, то Су-27 лучше, поскольку, смотрите, во-первых, у Су-27 есть оптико-локационная станция, которая позволяет незаметно обнаруживать противника и вести по нему обстрел. Кстати, да, только, когда будете использовать оптико-локационную станцию, не забудьте о том, что она не отличает союзников от противников, то есть, запросто можно сбить союзника, если вы пускаете ракету Р-27Т или Р-73 по контакту, который был захвачен оптико-локационной станцией, так что нужно быть уверенным в том, союзник перед вами или противник. Вторым плюсом самолетом Су-27 являются ракеты Р-27Т, пуск которых ничем не регистрируется, ну а третьим плюсом являются ракеты Р-73, которые просто лучшие ракеты для ближнего воздушного боя в DCS, так меня захватили, быстренько по этим лесам пошуршу ОЛС-кой, ну так, на всякий, хотя Березова мне говорит, что противник находится выше меня, значит и нужно смотреть выше, контакт наверняка на несколько километров находится выше, чем я, на трех, на четырех может, поэтому давайте поднимаем антенну, нет, нет, по мне пуск, пока еще ничего страшного, а вот и контакт, отлично захватываю, ничего, на высоте семи километров забрался пуск и давайте выполняем противоракетный маневр стандартный обычный отворот, также был первый пуск, вот второй пуск, ну как я говорил, первый пуск для того, чтобы противник слил энергию, а второй пуск, чтобы наверняка его поразить, и цель поражена, отлично, и давайте отходим, кого я там поразил-то, что еще не написали, о, смотрите, я чувака из 104-го сквада сбил, ну это те самые тварищи, которые данным сервером и заведуют, вот он мне даже написал, что ГК, ну это типа гудкил, хорошее сбите, прям вежливые такие, но сбитие и правда очень эффектным получилось, при том, что он был на очень большой высоте относительно меня, также преимуществом самолета Су-27 является Даталинк, благодаря которому вы можете видеть, где находятся самолеты союзника, а где находятся самолеты противника, что повышает вашу осведомленность о происходящем, сейчас я вот по Даталинку заметил контакт, который у меня на 6 садится, и быстро и оперативно отреагировал на это событие, ну и также давайте не будем забывать об очень высокой маневренности самолета Су-27, то есть, когда доходит дело до ведения ближнего воздушного боя, этот самолет я просто прекрасно чувствует, что уж говорить, ну а преимуществами F-15C при отсутствии у него на вооружении ракета М-120 является очень высокая скорость и скороподъемность, и также плюсом самолета F-15C является очень хороший РЛС, который позволяет высвечивать цели, которые даже в притирку к земле идут, ну и собственно говоря все, так что как я уже и говорил в начале видео, если на сервере нет возможности подвесить ракеты АМ-120, то Су-27 как по мне будет более эффективным, вот еще один фраг, ну и да, при возможности на сервере подвешивать ракеты АМ-120, понятное дело F-15C будет более эффективным, чем Су-27, ну как раз таки из-за ракеты АМ-120 у которых повышенная устойчивость и к диполям и к противоракетным маневрам и режим пустил забыл у них включается при включении которого F-15C можешь просто взять и развернуться на 180 градусов и улететь от тебя плюс возможность обстреливать сразу несколько целей плюс тот факт что пуск 120 не регистрируется нашим СПО если этот самый пуск был произведен из режима трек-вайл-скан то есть вы понимаете как у нас 120 в DCS нагибают но как я уже сказал когда я зашел на этот сервер просто 120 у моих противников не было и меня это очень сильно порадовало ну и да давайте понемногу закругляться что ли я вот как раз в закат улетаю закат блин красивый такой кстати но в любом случае надеюсь это видео было кому-то интересно и всем спасибо всем до свидания до свидания до свидания тоже гл offensive универа по отправ Mass но все